всем доброе утро дорогие друзья все мы вышли на всех на всех каналах мы снова в эфире на всех каналах урок торы и это отлично будем сейчас набирать остался последний месяц года и последний месяц года нам надо набирать набирайте готовиться к переходу в следующий цикл то есть сейчас как бы иллю месяц иллюль он называется месяц хэшбон нефиш хэшбон нефиш это просчитывание дословно до просчитывания себя значит просчитывание себя это очень важный процесс потому что в принципе можно идти от результатов да то есть каждый из нас утром просыпается и целый день старается улучшить свою жизнь вот мы все стараемся и прямо яков шатанина максим старается и все мы стараемся улучшить свою жизнь и у каждого из нас получается что-то что получается да та жизнь которая получается вот что была такая книжка у первого президента украины кравчука она называлась так на украинском маема то шумаема то есть имеем то что имеем так назвал он эту книгу и вот каждый из нас может прямо дать заглавие своей жизни моем а то шумаема имеем то что имеем и месяц иллюль который сегодня начался он как раз о том как это все измерить то что моим а только измерять надо не результаты внешние а систему которая их производит тоже то есть себя у каждого из нас есть в внутри такой самый самый близкий к нам можно сказать я вот так интеллект мозг цехель человека до интеллект это не человек это это инструмент для построения жизни и вот тот вот инструмент который у нас есть для построения жизни вот его как раз и надо проверять потому что иногда бывает что этот инструмент подводит вот но мы сейчас проверять не будем мы будем изучать то есть есть процесс когда мы берем и загружаем новые программы я очень люблю загружать в телефон например на него не очень так это привели сучить привели чем хочу очень люблю я загружаю в свой интеллект периодически новые программы как в телефоне в телефоне тоже появляется чат g5 например искусственный интеллект я загрузил начал им пользоваться а в интеллект я предпочитаю загружать проверенные программы до чтобы было вирусов потому что загрузишь не то что нибудь в интеллект и все значит он потом будет подводить поэтому я предпочитаю загружать свой интеллект уже двадцать четыре года тору конечно тяжело вот мы вчера обсуждали женой один очень важный аспект в что почему болеет шва болеет шва это те кто вернулись к торе часто у них есть очень много проблем и реально я наблюдаю что вот это вот есть мир торы которые сохраняют тору заповеди на протяжении тысячелетий вот они сохраняют и вот эти вот такие семьи которые огромные огромные семьи не знают свою родословную до царя давида царь давид мы знаем ему все родословную до до значит авраама вот они никогда тору не оставляли они проходили пешком эти все семьи проходили они пешочком через весь мир и смотрим сейчас на них у них убирают бабушка да вот шмуля бергмана моего знакомого умерла бабушка тысячи потомков ее провожали тысячи у нее потомков и вся семья как-то они все вот знают они как жить да у них есть вот это вот еврейская тора которая которая их сохраняет есть те которые отошли они исчезли исчезло вначале 10 колен и еврейского народа и в каждом поколении от еврейского народа исчезает сколько-то евреев причем огромное количество исчезает которые отходят от торы теперь огромное настолько что если было до войны например в европе было 13 миллионов евреев и должно было во время войны убили 6 миллионов и если бы все шло как бы исти ну нормальный естественно прирост в религиозных семьях в среднем это вот удивительная вещь в средней ортодоксальной семье 8 детей то есть если бы те кто держится за тору у них в каждом поколении их количество должно умножаться на 8 а теперь получается но на сегодня в мире сколько евреев 15 миллионов то есть столько же сколько было значит сколько можно сказать отошедших от торе который исчезло евреев можно только в одном поколении почитать если 10 миллионов умножить на 8 80 миллионов ну то есть цифры какие-то анрил вообще да то есть что мы отсюда видим что тора она сохраняет те кто сохраняют тору они живут те кто отходят от тора они исчезают теперь но есть те кто возвращается к торе как я и вот я вернулся к торе мазь меня не было религиозная значит действие кто примыкают к торе проходят дьюр становится и время таких очень много в нашем поколении особенно очень много которое прямо удивительно полные синагоги те кто хотят стать евреями то ли это у них вернулась есть они евреи генетические был такой случай у нас был один из учеников который прям ему так было интересно вообще он уроки торы несколько лет не пропускал все потом пошел сдал генетический анализ оказалось что он еврей бывают такие ситуации бывают ситуации что душа человека она жаждет профессионально присоединиться ко всевышнему не любительстве я люблю бога помолился спасибо и все этого тоже достаточно это шикарно но есть те кто хотят прям профессионально 613 заповеди учить тору целыми днями все и они значит присоединяются и вот мы вчера обсуждали это то чего я начал что у многих присоединившийся к торе есть а начинаются огромные огромные проблемы проблемы которые прямо я встречают этих людей они верят ну вообще ну что ж такое вот так почему тора это знание это некое знание о том как как работает мир как соединиться с богом и как в этом мире жить это знание но в книгах его можно выучить но человек он состоит из тела из эмоции которые сильнее чем знание эмоции просто срывают человеку иногда голову гнев особенно яркие эмоции гнев и так далее и когда у человека эмоция она сильнее чем знание а есть то что называется в иудаизме медот качество медот это устоявшиеся эмоции например человек которые до веселиться может каждый прям накатило веселье это состояние которое накатывает а есть веселый человек тот то есть большую часть времени он находится состоянии веселья у него появляется качество быть веселым человек любой может сделать добро да он сделал доброе дело у него проснулась какой-то его накатила какой-то его там вот такой вот добро до такой хэс от милосердия бывает с каждым бывает но есть люди которые в этом состоянии находятся постоянно и так далее то есть мы видим что любое любая эмоция если она долгое время присутствует человеке она превращается в его качество характера и вот нерелигиозные люди которые стали религиозными они часто по качествам характера они не остались остались нерелигиозными что значит нерелигиозные религиозные по качествам характера тора нам говорит нужно быть добрым нужно быть милосердным нужно быть сострадающим нужно быть есть такое качество это удивительная вещь написано в торе что если если человек религиозный религиозный еврей он не скромный сейчас большим нет не добрый не воздающий добром не скромный недобрый и третье я не помню выскочил мне прям это такое есть вот выражение нужно проверить или он вообще еврей то есть не то что даже проверить религиозную или нет а вообще проверить кто то есть качество они важнее всего а изменить качество сказал нам рабе строитель салантер что для того чтобы изменить одно качество сложнее чем выучить весь талмут человек может интеллектуально запомнить очень огромный объем информации но изменить качество то есть привычное эмоциональное состояние привычное качество характера это огромная задача и когда тора интеллект до знания ложится на неправильные качества характера и божественный свет через сторону начинает светить то он высвечивает сразу же какие-то болевые болевые места вот у меня прич на носу вскочил да почему это не просто прич на носу это это из-за там перелетов стрессы усталость и так далее в организме что-то что-то изменилось и бах она вылезла вот так вот у меня видите красный нос это я не стал алкоголиком не начал пить много это меня никто не влюбился как бывают такие предположения знаете почему пришли на носу кто-то влюбился это внутри что-то произошло теперь медот качество быть добрым хорошим скромным не вступать не конфликтом это это основа на которой ложится тора и если это основа нет а тора появляется то это вызывает внутри разные разные такие сбои как раз вот сегодня мы об этом узнаем в 17 главе мишлей мы узнаем откуда эти сбои берутся первое вот смотрите говорит царь сам он 17 главе сегодня 17 число мы изучаем 17 главу мишлей значит и говорит царь сам он в первом же отрывке он говорит так то в патхары ва 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 шалва ба мебайт малейзив хейри значит лучше хлеб сухой хлеб до корочка хлеба и шалва вместе с ним и вместе с ним мир такой шалва это мир благоденствие спокойствие какого-то умиротворенное внутреннее состояние сознания которое наступает действительно когда есть мир нет ни с кем конфликтов и ты и с собой нет конфликтов и тебе ничего там не ты в балансе в равновесии это называется шалва состояние и обычно люди считают что благоденствие наступит когда у меня будет достаточно денег там и так далее они борются за за какой-то успех для того чтобы ощутить состояние баланса и это очень странная концепция идея потому что чем больше человек гонится за достижениями тем больше он разбалансирует свою жизнь а наоборот шалва наступает когда ты можешь убрать все свои стремления устремления там желания и так далее в этот момент тебе очень легко достигнуть баланса и равновесия говорит царь сам он лучше для человека есть питаться сухим хлебом до корочка хлеба и чтобы было у него в доме шалва спокойствие не бейт малейзив хэрив чем дом полный жертв ссоры значит вот например человек выиграл у него он судится за с тем-то он судится за что-то вот у него суды и он по суду выиграл до отсудил там судился там иногда муж и женами судятся иногда судятся вот семь судов было у анжелины джоули и этого брэд пита до 7 судов вот они судили судились все там до этого же не любили друг друга дети у этих усыновляли да свои детей рожали потом они поссорились потому что он к детям плохо относился и потом 7 судов то есть это война теперь кто выиграл этой войне никто не выиграл но наверное после суда значит как приносили жертвы вот эти вот благодарственные жертвы когда выигрывали например в суде войне в конфликте значит чтобы был мир чтобы быстрее война закончилась чтобы все вернулись с войны здоровыми и чтобы закончилась эта война которая ну вообще любая война это страшно это смерть это и это реализация амбиции обычно тех людей которые которые не народа не те которые умирают те которые умирают не хотели да и вот здесь давид правильно говорит выиграли в суде адвокаты 7 судов они потратили на суды миллионы 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 долларов и тот кто выигрывает в суде он он думает что выиграл у меня есть один друг очень известный адвокат международного уровня который который вообще с невероятной гений вот он гениальный адвокат я ему говорю слушай тебе ну он со мной советовался чем заниматься он все время хочет уйти из этой адвокатской истории я буду ли ну слушай ты всю жизнь строил карьеру тебя знают у тебя такое говорит ты понимаешь у меня каждый выигранный суд это плюс один враг причем враг такого уровня который ну он не забудет и не оставит и действительно интересно сейчас у него дети совершенно неприятности потому что любая выигранная война есть проигравшая сторона которая ненавидит выиграть войне невозможно можно только на какое-то время установить там победу потому что вторая сторона постоянно будет стараться вернуть обратно и поэтому война бессмысленна сама по себе да то есть война на это самое страшное что только может быть выиграть войне к сожалению невозможно ну как есть с другой стороны вы скажете а как же если на человека нападают он же должен защищать свою жизнь он должен защищать свою жизнь это безусловно но вопрос защита жизни ценой своей жизни тора нам говорит лучше отдать интересно что был такой известнейший случай когда одного главу поколения его звали раби мэр из ротенберга его захватил в плен это было в германии лет по-моему он жил около 500 лет назад плюс-минус значит и ромер из ротенберга его захватила вот этот вот князь города в котором он уже в немецкого и потребовал выкуп он был глава вообще тогда самый главный раввин еврейского мира и конечно начали собирать деньги чтобы его выкупить и он сидя в тюрьме он издал постановление он запретил себя выкупать он сказал что так мы будем провоцировать вот этих вот но всех князей для того чтобы они воровали раввинов и евреев и забирали в плен и так далее он сказал есть цена за которую можно выкупать и она не отличается абсолютно ты какого-то уровня значит за эту цену можно выкупать больше этой цены нельзя там есть интересное исключение знаете какое исключение в этом законе он сам же постановил что если у человека есть деньги свои личные деньги то он может себя выкупить ход за все деньги то есть его никто не может ему устанавливать эту цену то есть это его деньги он заработал и он может эти деньги дать но если община собирают все собирают больше установленной цены нельзя вот хорошо значит давайте еще раз вернемся к этому отрывку то в под хоровавы шалва ба то есть шалва мир это важнее всего материального успеха каких-то личных амбиций и так далее то есть самое главное это мир мир в душе мир в семье мир вокруг потому что потому что если есть было есть достижение ценой 40 конфликта войны и так далее то это не сложно назвать достижением в душе она не будет достижения дальше третий отрывок нам объясняет почему все-таки всевышний дает неприятности вообще вот происходит вот этот процесс когда ты вроде идешь к всевышнему учишь штору молишься начинаю что-то соблюдать им и появляются проблемы иногда еще больше чем были до этого говорится и сама так мацреф лякесов и специальная печка в которой плавили серебро вы курли за и специальная другая была печка в которой плавили золото убухель либо ташем и проверяет сердца бог знает проверять как экзаменует сердца бог значит вот есть метод есть качество качество характера есть качество ну качество человека теперь он на это надевает тору тора это интеллектуальное знание как правильно поступать я вам сейчас расскажу примеру очень интересно значит серебро нужно было очистить серебро бросали в специальную печку она там плавилась и все примеси они сгорали и выходила оставалось чистое серебро теперь то же самое золото была более высокая температура плавили золото она сгорала 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 вы выделялись какие-то все перегорали примеси и оставалось чистое золото теперь человек который начинается благотору была такая ситуация один парень он стал это называется большого стал религиозным и когда он стал религиозным у него появилась некая высокомерие что я знаю то что не знают все остальные я значит святой а все остальные это как бы его было первое отношение ко всем людям которые вне торы что я знаю как работает мира вы все тупые типа смотрите youtube а так он так он чувствовал себя по отношению к людям а второе по отношению к религиозным людям он испытывал то же самое потому что качество высокомерия неважно как как оно проявляется да то есть есть высокомерие это когда человек высоко меряет себя и низкомерие других это высокомерие и оно оно как бы это качество оно проявляется в любых каких-то ситуациях и вот он значит в синагодии молитва вообще во время молитвы нельзя разговаривать то есть во время молитвы в синагодии нужно только молиться это как идеальный вариант как бы так так должно быть это так написано должно быть но чем отличается чек который начал соблюдать шутка такая есть от того кто уже давным давно соблюдает именно те кто начали соблюдать не разговариваю democrats и на годе а те кто давно соблюдают разговаривать то есть в какой момент становится auf newt. cropORT кто начал он уже становится таким как бы уже старожилом вот можно определить кто разговаривает во время некоторых часе повторения кантером повторение кантером lost eres личная молитва есть повторение которое это древние обычаи когда не было сидуров не было молитвенников и люди не знали тексты и с тех пор было один человек он повторял всю молитву и за ним как бы отвечали аминь да 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 это те люди которые не умели читать или у них не было молитвенников а сейчас каждый молится самостоятельно и есть молитвенник ты молишься сам а потом осталось это как бы это остался этот обычай тысячи лет назад его ввели что есть кантор который который повторяет молитву все отвечают аминь а до тысячи лет назад молились даже не так две с половиной тысячи лет назад вообще не было установленных текстов молитв во время первого храма потому что человеку настолько был включенный во всевышнего что он сам своими словами мог молиться у него был контакт полностью потом появилась структура теперь когда повторяется молитва кантором нельзя разговаривать нужно тоже стоит слушать но ты слушаешь второй раз то что ты уже сам сказал и некоторые в это время там начинают что-то свои какие-то дела раз обсуждают разговаривать что-то читать учиться там это это неправильно но значит это не преступление скажем так и вот этот вот который новоприбывший который только начал соблюдать он считал по своей системе координат что сделать замечание другим и накричать на других это это хорошее действие да то есть это действие прям прекрасная потому что он же с хорошими целями кричит ну всевышний да знает сколько в этом было высокомерия сколько в этом было действительно желание помочь другим и вот значит он во время молитвы повторения он поворачивается а ну кто разговаривал это время ну я разговаривал да я чуть-чуть я чуть-чуть что-то мне кто-то мне позвонил и я ему вот так вот тихонечко в этот самый говоришь я же занят я на молитве этом не могу ну что-то что-то шептал там значит и он поворачивается что не знаете нельзя разговаривать время молитвы прям кричать начинает я я бы промолчал бы в такой ситуации ну то есть потому что а смысл ругаться если если ну промолчать так это же включает себя и нельзя кричать на другого чтобы он не разговаривал да я я спокойненько да 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 типа все я замолчал но в это время другой такой же новоприбывший который только только начал соблюдать он подумал что это ему кричат и он потому что он и он начинает кричать да я не разговаривал да ты на себя посмотри они начинают ругаться и вот это вот то что то что часто случается что человек он с одной стороны он у него может быть даже хорошее побуждение и он может быть даже делать правильные вещи но тот кто не родился в торе у него вот этот вот набор качеств которые которые доброта скромность спокойствие и так далее множество таких вещей они у него просто прорываются и тора которая которая должна его соединять со всевышним она как раз в этот момент начинает работать как как вот этот вот плавильная печь для золота и для серебра то есть в она начинает его исправлять и все неприятности которые с ним начинают происходить они для того чтобы убрать убрать его вот эти вот примеси изнутри плохие качества понятно теперь и давайте закончим сегодня ведь закончим мы очень хорошим давайте закончим чем-то таким позитивным сейчас позитивным позитивным сейчас секундочку вот 22 отрывок 22 отрывок 17 главы лев самаях и тав гэа значит радостное сердце и тив гаа оно дает добро то что является самым ценным для каждого человека здоровье то есть когда вы получили тело тело телу в руах нека и дух унылый ты бэш гэром иссушает кость иссушает тело иссушает кости значит говорит нам царь самон такую вещь он говорит быть веселым добрым и внутри шалва шалва это мир это не только важно само по себе она чередает то что является самым ценным для каждого человека здоровье то есть когда у человека есть веселое сердце когда у него когда у него спокойствие внутри когда он на не с тем не конфликтует у него внутри вырабатывается очень много позитивного позитивных гормонов которые увеличивают его радость жизни уверенность в себе там и так далее то есть тело она является отражением того что происходит в у человека в душе в сердце и поэтому очень важно такой же акцент как на соблюдение заповеди изучения торы делать на состояние внутреннее состояние и прямо очень сильно поставить себе может быть целью может быть приоритетом вот это вот внутренняя спокойно веселое радостное состояние которое достигается через благодарность всевышнему когда мы благодарим когда мы видим позитивное когда мы помогаем людям когда мы сделаем действия соответствующие вот этому позитивному состоянию то что получается получается что улучшается здоровье если улучшается здоровье есть больше энергии больше энергии и лучше жить. И даже тогда корочка хлеба дает человеку больше радости, у него все есть, чем заколотые жертвы, какие-то бытии и так далее, но через конфликт. Вот это то, что сегодня мы изучили из притчи царя Соломона. С завтрашнего дня, с Божьей помощью, начнем уже добавлять недельную главу опять. Но сейчас мы очень хорошо поучили Мишли. Значит, сейчас доступ открыт всем. Мы открыли, есть у нас бот в Телеграме, где можно изучать полностью текст Мишли, с комментариями. Вся эта книга есть в Телеграме, поэтому зайдите, пожалуйста, в Телеграм-канал, присоединяйтесь к этому боту и повторите каждый отрывок, можно комментарий к каждому отрывку, можно послать этот отрывок, который вы изучали друзьям, можно заказать книги. Сейчас все больше и больше у нас появляется мест, где можно заказать эту книгу. Можно помочь в распространении Мишли. Это лучшая система мышления, которая проверена, знаете, пишет на магазине, основана, когда основана. Это основано три тысячи лет назад. Царь Самон, мудрейший из людей. Все, друзья, удачи, успехов всем, чтобы был хороший день, чтобы была шалва. Шалва это благоденствие, мир, шалом в душе, шалом вокруг и чтобы наступил уже наконец-то шалом в мире, чтобы закончилась война, чтобы все вернулись домой, начали работать, жениться, рожать детей, растить хлеб, продавать хлеб и чтобы все были довольны и счастливы. Все, всем удачи, успехов и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вас, для вашего добра. Все, счастливо, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok